Продолжение первой главы книги «Бытия». И я бы, наверное, хотел начать с того, что то, что сотворение идёт последовательно, это показывает какой-то стадии, наверное, сотворения. Но всегда возникает вопрос, во-первых, как это толковать, как это понимать. Зачем нам дано последовательность сотворения мира? Мы же вроде не занимаемся самим сотворением, что мы из этого учим для себя? Как это согласуется или не согласуется? Должно согласовываться или не должно согласовываться с наукой современной? И, что самое главное, что для нас важно в этой истории сотворения? Давайте тогда попробуем это обсудить. Павел, Фёдор, что вы хотели бы предложить? Ваше мнение? Ну, на мой взгляд, говорить с научной точки зрения, говорить об первой главе книги «Бытия», как об описании научных фактов, мне кажется, ну, не то чтобы некорректно, но, на самом деле, это немножко сужает нашу дискуссию до обсуждения такого, знаете ли, вульгарного креационизма, который с точки зрения популярна в некоторых христианских кругах, но уже далеко не занимает большинство, скажем так, не представляет собой большинство теологов христианских. Здесь мы можем говорить скорее о неком духовном смысле, который подполяет нам глубже понять отношения наших с Творцом. Ну, и как вы здесь видите, что мы из этого учим конкретно? Как мы исполнимаем это глубже? Ну, то, что мы говорили в прошлой передаче о том, что действительно у нас есть Творец, существует Творец, вот у Творца есть определенное отношение к нам. И в то же время, когда мы видим некоторые этапы Сотворения, они могут нам дать такой некий посыл, мыслительный посыл о упорядоченности этого мира. То есть мы видим, что мир действительно упорядочен, в нем существуют определенные разделения, иерархия ценностей, иерархия правил, иерархия бытия. Во многом первая глава бытия – это некий гимн. Я все-таки считаю, что это некое поэтическое произведение, определенный гимн, который отражал, с одной стороны, он отражал представление человека. Имбирь, поэтому второй день мы видим вот это сотворение купола, свода посреди воды, которая отделяет воду от воды. То есть эта вот вся иерархичность представления о космосе, она здесь очень характерно отражена. Это как раз продукт совместного творчества Духа Божьего и человека, который вот те интуиции, которые были внушены ему Духом Божьим, описывал и выражал, исходя из своей карты мира, из своего понимания мира, из того терминологического и понятийного аппарата, которым он располагал. Мы понимаем прекрасно, что человек доисторической, до научной эпохи не мог описать творение мира в научных современных терминах. И он описывал мифологически. И в данном случае, особенно вот вторая картина сотворения, вот дальше немножко, да, вот это второе описание сотворения человека, оно во многом является некоторым диалогом с теми историями, которые окружали причем писателей. Я имею в виду, в частности, шумерский миф от сотворения, вообще ближневосточный миф от сотворения. То, что я воспринимаю здесь. Во-первых, описание дней творения, его, да, можно толковать, как физическое описание мира тоже. Можно. И то, что попытки согласовать этот подход с научным подходом, они есть, они, по-моему, вполне успешны. То есть действительно вполне согласуются описания, которые есть в Таре, есть в книге «Бытия», согласуются вполне с научным. Опять-таки создание света — это большой взрыв, радиоактивное излучение. И дальше каждая из вещей, она получает свою вполне интерпретацию. Об этом есть вполне религиозных физиков, которые достаточно хорошо это делают. Поэтому, мне кажется, проблема здесь нет в согласовании, а проблема… Ну, согласовали мы, и что дальше? Что нам из этого согласования? Мы убираем противоречия между наукой и религией. Скажем, в ньютоновской физике мир существует вечно, и поэтому никак не согласуются с сотворением, а в современной физике вполне момент начала мира есть. Но опять-таки остается вопрос, что согласования — это мало, убирание проблем — это мало. Главное — это позитив, который мы здесь учим. И лично я вижу в семи днях творения не только поэзию, я согласен, что поэзия всегда есть, а вижу здесь структуру. И эта структура, которая базовая структура семи дней творения, называется в Кабале системой сферот. То есть главных божественных, если можно так выразиться, качеств, через которые происходит появление мира. Хесет, то есть конение, соответствует первому дню. Гвура, то есть такое самоограничение, соответствует второму дню. Тифер, это равновесие, соответствует третьему дню. И дальше каждому дню соответствует определенная божественная категория. Поэтому для меня интерес, прежде всего, в истории сотворения мира, вот в первой главе, это посмотреть это соотношение. Каждую из дней осознать, как божественную характеристику, которая продолжает действовать вокруг нас. Это первый аспект, который мне кажется важным. Это аспект, связанный с Кабалой. Кабала, еще недостаточно широко распространилась из иудаизма в общую культуру, но она постепенно, конечно, идет и распространяется. И вот эта каббалистическая структура, она всюду есть. Она есть и в сотворении мира, она есть в человеке, она есть в нашей собственной психологии. Поэтому вот такой, как бы, язык описания структур мироздания, он, мне кажется, очень важный, и он здесь прямо заложен. Это первая вещь, которая мне, хотел бы, важна. Вторая вещь, связана с тем, что связана с противопоставлением первой и второй главы. Вот для меня первая и вторая глава противостоят друг другу. То есть первая глава описывает мироздание, как созданное Богом, а в конце создан человек. И это один взгляд на мироздание. Вторая глава описывает наоборот. Человек в самом начале творения, а мир строится вокруг него. И это два разных взгляда на мир, которые надо будет нам потом обсудить, которые, мне кажется, тоже очень существенны. Но третий урок, очень важный из всех, всего этого описания, здесь есть очень подробно всегда написано. Например, «И Бог сказал, пусть будет так, да?» Например, вот здесь сначала, «Пусть будет вода, соберется, и покроется суша, и стало так». Это краткое описание. То есть не написано подробно, что стало. Просто сказано, что это так и стало, как Бог захотел. А вот дальше, например, более подробно, когда, например, «И Бог сказал, пусть земля произрастит зелень», довольно подробное длинное описание есть. Вот я его сейчас выделю. И тоже сказано, и стало так. Казалось бы, все стало, как Бог повелел. Однако потом нам записан в 12 стих очень подробно опять описано, что же стало так. И возникает вопрос, зачем же нам подробно второй раз описано, что же именно стало. То есть очень часто в этой первой главе почти всюду указано, что Бог сказал и что действительно сделалось. И если мы начнем это сравнивать, то мы вдруг увидим, что это одно совершенно не соответствует другому. Так вроде то же самое, а как только мы углубляемся, оказывается, не так. Начиная вот с первого стиха, в первом стихе, когда Бог сказал, пусть будет свет, это божественное повеление, и сказано, и стал свет. И вот это вот, и стал свет, на иврике это просто в точности, по-русски это меньше видно, потому что перевод, что это просто точно та же самая фраза. И сказал Элохим, и гиор, и гиор. То есть абсолютно точное повторение. То есть свет стал именно таким, каким Бог повелел. А вот относительно всего остального, и особенно относительно растений, например, все совершенно не так. Потому что, когда сказано, что должно произрасти, то должны быть, сказано, плодовые деревья, производящие плоды. То есть, дерево должно быть плодовое, и оно производит плод. А когда сказано, что произошло, то здесь иначе. Сказано, деревья, произносящие плоды. То есть, слово дерево, плодовое, пропущено во втором рассказе. Первое рассказе это есть, во втором рассказе, то есть, у первой, в описании того, что должно быть, это есть, а у второго этого нет. И так во всех, во всех днях. То есть, получилось не то, что Бог запланировал. И это потрясающе. И стало так. У нас есть, как бы, что подтверждение, а потом показывается более подробно, стало совсем не так. Стало иначе. И Медеаж, обсуждая это, говорит такую вещь, что сначала Бог повелел, то есть, запланировал, что деревья сами будут тоже плодовые. Не только они будут приносить плоды, но сами деревья будут плодовые. То есть, деревья тоже можно будет съедать. Деревья будут съедобные. А получилось, что деревья не съедобные, что только они деревья, приносящие плоды, но сами деревья, про них не сказано плодовые. Слово плодовое дерево, как оно звучит на иврите? Как это? Есть эта тонкость, отличие? Это этс при, осе при. Плодовое дерево, это этс при. И в первой фразе, в один стихе, сказано дважды, этс при, осе при. А здесь только этс осе при. То есть, второй раз, это про плодовые не сказано. И поэтому, Мегаш объясняет так, что на самом деле, сами деревья тоже должны были быть съедобными. А получилось в итоге, что земля не сделала то, что Бог сказал. Земля сделала, что деревья сами не съедобные, а съедобные только плоды. Вот эта разница, и это, я думаю, можно посмотреть по всем, всем, всем описанию из каждого дня. И поэтому возникает вопрос. Первое, зачем эта разница есть? И зачем нам о ней рассказано? И во-вторых, какой смысл в ней? И Медляш объясняет так, что Бог сказал, что должно быть, это идеал, который должен быть в конце времен. Это то, к чему должно прийти. А что произошло реально, то, что произошло на тот момент. То есть, Всевышний сказал, что должны быть деревья, которые будут съедобными. А земля сделала только деревья со съедобными плодами, сами деревья не съедобные. Однако в конце времен, то есть то, к чему мы придем в конце концов, деревья тоже должны стать съедобными. Какой смысл в этой съедобности деревьев и съедобности плодов? Мы в жизни очень часто разные процессы ведем, потому что сами процессы нам не нужны, нам нужны только результаты. То есть, само дерево нам не нужно, нам нужен только плод. Мы, например, там часто человек работает, не то, что работа ему интересна, а потому что он хочет получить зарплату и, соответственно, эту зарплату жить. Или масса других вещей. А вот настоящее, как бы, счастье для человека, это тем он занимается, само дерево, оно тоже съедобно, он от него тоже получает удовольствие. Оно для него тоже важно. И результат важен. То есть, важно и процесс, и результат. И вот это разница. В обычной нашей жизни часто процессы нам не нужны, нам нужны результаты. И это ужасный минус мироздания. А в итоге мы должны прийти к тому, что сами процессы станут нам важными, а не только результаты. И в этом смысле это и есть исправление мира. Поэтому исправление мира заключается, в частности в том, что люди будут заниматься вещами, которые сами процессы им важны. Не только результаты, но и сам процесс. И тогда не будет разделения на то, что человек там работает, просто потому что уложает плату, а потом отдыхает. Или там, не знаю, строит дорогу, потому что ему нужна дорога. А само строительство ему не нужно, ему нужна дорога, ему нужна результат. И вот этот вот ужасный минус должен быть преодолен в мессианской перспективе. Чтобы сами процессы тоже были для нас важны, а не только то, что Аль-Теперс только как-то создает. Вот эта вот другая структура по этому первой главы, это разница, зазор между тем, что сказал Бог, и тем, что получилось. И вот этот зазор кажется мне очень интересным здесь и важным. Что вы думаете про теорию эволюции? Насколько теория эволюции согласуется вот с первой главой книги «Бытия» и вообще с научным подходом? Ко мне вопрос? Ну, время. Давайте, какой бы мы там судить? Ну, в двух словах я это не скажу. Но эта тема мне чрезвычайно интересна с давних пор. Вот. И, да, читал я всякие книги, где все это согласуется. Ну, согласуется до тех пор, пока мы не доходим до человека. Мне кажется, человек – это совершенно особая история. В силу, принято считать, что у человека все-таки есть свободная воля, да. Вот все, что не связано со свободной волей, вот эта эволюция, да, сначала эволюция фундаментальных частиц, физическая эволюция, химическая эволюция, биологическая эволюция, все это, ну, современная, естественно, научная картина мира, она, как мне видится, достаточно хорошо соотносится с тем, что мы читаем в первой главе книги «Бытия». Ну, может, не во всех деталях, там, ну, как бы научная картина постоянно уточняется. Вот. Так что, мне кажется, что вот это разделение, придание миру структуры, развитие, усложнение того мира, который мы видим в описании первой библейской книги, ну, все это соответствует тому, как мы это себе представляем представляем с научной точки зрения. Но вот, когда мы доходим до человека, тут уже несколько... Вы себя определяете как эволюционист или креациониста? Нет, 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 я не креационист, в это я, поверить, простите, не могу. Вот. Я эволюционист, я считаю, что эволюция – это, ну, это естественный способ бытия этого мира, это принцип бытия этого мира. Как бы, это не что-то внешнее, это не... не какой-то способ сделать человек или обезьяну, а, ну, вот так этот мир устроен, так он развивается, так он работает, живет. А вы, как вы меня проявите? Я соглашусь, я соглашусь с Федором во многом. Вообще, я считаю, вообще некорректно саму идею размышлять через призму первой главы бытия о творении физических законов, о происхождении физических законов. В данном случае я считаю, что здесь происходит некая категориальная путаница. В свое время известной, в общем-то, в западной монашеской традиции бенедиктинской появилось такое вот учение о трех очах познания. Учение о трех очах очи познания, три инструмента познания мира. Первое око, это око плоти. То есть, собственно говоря, то, что мы можем измерить, пощупать, посмотреть в микроскоп, взвесить на весах, какую-то там инсталлограмму начертить и так далее. Это то, что связано непосредственно с изучением физического мира. И это как раз то, что, наверное, изучает наука, как мы ее понимаем. Наука обычная, прикладная наука. Второе око, это око разума. Это когда мы мыслим о неких абстрактных величинах, которые не всегда мы можем измерить. Это могут быть фундаментальные какие-то научные прозрения. Это математика, это гуманитарные науки, безусловно, психология, история, философия и так далее. То есть, то, что мы можем помыслить. И, наконец, есть третий око или око созерцания, которым мы постигаем трансцендентальные вещи. То есть, мы их схватываем интуитивно, целостно, но не через... Когда мы пытаемся разложить их по полочкам, мы распадываем оком разума. Когда мы пытаемся что-то измерить, вот, собственно говоря, когда мы говорим об эволюции, это все-таки что-то, что мы пытаемся исследовать. Мы изучаем какие-то артефакты, мы изучаем полосты земли. Это око плоти. И когда мы оком плоти пытаемся определить или схватить, то, что доступно оку созерцания, мы совершаем некую категориальную ошибку. То есть, пытаемся измерить с помощью телескопа психологическое состояние человека, например. То есть, мы используем не тот инструмент, который нам необходим. Поэтому мне кажется, что все-таки то, что мы читаем в первой главе книги «Бытия», это как раз попытка вербализировать то, что было схвачено, прочувствовано оком созерцания. И его можно выразить на самом деле только при помощи неких аллегорий, притч или мифов. Но мифов не в смысле сказки, ни в коем случае, не в смысле выдумки, а в смысле некой трансформирующей истории, которая описывает смыслы, но не факты. Ясно, что факты здесь не описаны. Здесь описаны смыслы, о чем мы уже вторую передачу, наверное, не размышляем. Вы знаете, тем не менее, я лично сам считаю, что здесь, во-первых, уйти от того, что это некое описание сотворения мира, тоже нельзя. И в этом смысле вопрос о эволюции, мне кажется, очень существенен. Вот я лично придерживаюсь такого подхода, который я бы назвал эволюционистским креационизмом. Креационизм состоит в том, что мир сотворен, а не случайно. Что он не взялся сам по себе, а что он сотворен другом. А что дальше, когда он уже сотворен, он развивается эволюционно. То есть соединение креационизма с эволюционизмом не отказ от одного, а их интеграция, их синтез креационизма и эволюционизма. И в смысле эволюции это вопрос науки, как техническая эволюция. Но мне кажется, есть одна вещь, с которой религиозный человек никак не может согласиться. Это вопрос случайности. То есть с точки зрения современной эволюционной теории, какой бы механизм там не был, есть механизм чисто дарвиновский или, так сказать, то, что называется синтетическая теория эволюции, во всех этих механизмах предполагается случайность. А религиозный подход говорит, что механизм очень может быть такой, как вы описали. Может быть, что это был перенос генов, а может быть, это были мутации. Это вопрос немой, это вопрос науки. Но я никак не могу согласиться с тем, что это было случайно. А вот это вопрос уже не науки, это вопрос философии, это подкос идеологии, подкос нашего взгляда. Случайно это было или не случайно? Здесь наука не может никак доказать или опровергнуть. Это постулат, принцип, на который одни опираются и другие опираются. Поэтому я как раз очень за то, что была эволюция. Я при этом за то, что есть сотворение. То есть это и креационизм, и эволюционизм. Я совершенно не могу согласиться с дарвиновским механизмом эволюции. То есть это произошло просто случайно или даже постдарвиновские механизмы, но как бы дарвинистические, что все есть, случайность, естественный отбор, мутация и так далее. То есть я могу, мой подход был бы, что механизм конкретно и ученые сделают, но что это было не случайно в любом случае. То есть это процесс, который Бог заложил в мир. Так же, как Бог заложил в мир закон тяготения, так же он заложил и закон эволюции. И дальше это уже развивается эволюционно, но под божественным вмешательством. И вот это божественное вмешательство это очень важная вещь. То есть я не верю, что эволюция шла сама по себе. Эволюция была, но направленная. И в этом смысле еврейский подход выделяет, что очень важно, в истории сотворения мира несколько разных глаголов. Вот, например, скажем, в третий день, например, у нас, например, сказано, «пусть будет вода», например, «четвертый день» и «Бог создал». Создал по-русски то же самое, что, например, вначале «сотворил». Разницы между «создал» и «сотворил» по-русски совершенно нет. А на еврейке есть очень существенная разница. «Сотворил» это глагол «бара», а «создал» это глагол «оса» в данном случае. И это совершенно разные уровни созидания. Например, там, скажем, разные уровни творения. И я бы сказал, что это разные уровни вмешательства божественного. То есть там, где сотворил, там гораздо большее вмешательство. Оно есть как бы на критических моментах перехода. Сначала есть, например, мир физический. А когда появляются животные, то тогда сказано «сотворил». То есть есть опять животная душа, которая не редуцируется до физического. С этой точки зрения. Это некий больший уровень вмешательства. Или, например, когда той человека. То есть человек есть и и там «сделал», например, да, «сделаем». Кстати, надо, наверное, очень хорошо посмотреть, чтобы одни и те же глаголы переводились одинаковыми словами по-русски. Это не всегда получается. А дальше есть «сотворил». Вот это вот «сделал» и «сотворил» это разные уровни как бы божественного изменения мира. То есть эволюция была, но она шла под божественным управлением, направляясь, и также Бог вмешивался в эту эволюцию. Вот эти критические моменты, там, создание человека из животных или создание животных из чисто неживого мира. Вот эти моменты дополнительного вмешательства. Вот тогда, если мы считаем, что эволюция была направлена и с дополнительным вмешательством, то вообще нет никакой проблемы согласования религиозной и научной точки зрения. Это, мне кажется, очень важно, что здесь наша задача не, как религиозного человека, не спорить с теорией эволюции, а отмечать ее важные лакуны, там, где теория эволюции уходит от ответов очень важных глобальных. И в этих лакунах показать религиозную позицию, в том, и в том, всегда возникает вопрос, как мы толкуем ситуацию вместе, является она случайной или направленной. Вот это, мне кажется, самый главный религиозный подход к эволюционной теории. Совершенно не нужно спорить с динозаврами или с эволюционными научными подходами, а нужно включать их в общую картину. Вот это, мне кажется, очень важно. То есть, насколько я понимаю, вот это различие между глаголами, оно как раз показывает эти ключевые точки перехода, которые пока на самом деле наука современная не может до конца объяснить. Во-первых, мы не понимаем, что было до момента большого взрыва и причины большого взрыва. Существует множество различных теорий, там, но мы не знаем этого. То есть, это вот точка перехода, которая, ну, просто кардинально. Второй, от неживого к живому. Ну, тоже, в принципе, до конца, до сих пор еще научный, по крайней мере, то, что было доступно, я немножко вопрос изучал, мы не знаем до конца, как происходит от неживого к живому переходу. главный до конца заменил бы на слово «мы не знаем совсем». мы не знаем, мы не знаем. Есть разные теории, из разной гипотезы, нет ни одной доказанной теории, так скажем. И второй, третий момент, это вот момент самоосознания «Я». То есть, вот «Я» есть человеком. То есть, это имеется в виду только вот разум или образ и подобие Божие. «Я» есть. Самоосознание себя вот условным пятикантропом, или там астралопитеком. Вот в какой момент это произошло? Вот в этот момент, собственно говоря, вот одно живое существо стало другим живым существом, совершено, причем принципиально другим существом, отличающимся не количеством на качественное. Качественный переход, который мы, ну, тоже не можем до конца объяснить, мы не можем повторить, мы не можем смоделировать его никаким образом и, ну, не существует доказательств. И вот тоже еще очень важный момент, вы правильно сказали, это присутствие Бога в этом мире, смысл, присутствие смысла, осмысленности в этом мире, на который тоже отвечает только религия, опять же, через призму такого окосозерцания, мы видим эту осмысленность, мы видим, что все не случайно, ведь не зря вся Библия, весь Ветхий Завет, по сути дела, он говорит ведь о присутствии Бога в истории, о постоянном, непрерывном присутствии Бога в истории, который наделяет все, что происходит, даже, какие-либо позитивные вещи особо глубоким смыслом, которые позволяют нам сегодня вести эту дискуссию в конце концов. Что касается теории направленной эволюции, то, ну, я понимаю, в общем, о чем это и зачем, но, мне кажется, это несколько искусственно, но, с одной стороны, вот, если смотреть на описание творения, как на НИФ, в том смысле, как сформулировал Павел, то, мне кажется, что здесь речь идет, скорее, не столько о событиях, механизмах вмешательства Бога в процесс творения, в процесс эволюции, сколько о моментах, нагруженных смыслом, да, вот, сотворение самого мира, сотворение животных, сотворение человека, разумного существа, да, безусловно, это важный этап, но, мне кажется, искусственным представление о том, что вот Бог, как Боги в древнегреческих драмах, трагедиях спускался с неба, Деус Эксмахена наводил порядок и возвращался. Ну, трудно мне себе представить Бога, единого, всемогущего, в Которого мы веруем, что вдруг, как-то, в какой-то момент Бог озаботился каким-то своим особым присутствием, особым действием. Мне кажется, Бог как бы существует и проницает собой все творение, все события в жизни этого мира. Другое дело, что нам, людям, одни события кажутся более значимыми, другие менее. Вот. А что касается случайности, ну, случайности это тоже часть этого мира. Случайность, как мы уже почти сто лет знаем, это фундаментальные свойства этого мира на квантовом уровне, это тоже создано Богом, так таковы законы этого мира, за пределы этого мира, этих законов мы просто не можем выйти. Случайность это не что-то плохое, что-то противоречащее божественному замыслу. Это то, что в том числе создано Богом, как мне это видится. Случайность предполагает, что нет отсутствует цель. И вот это существенная вещь. В вопросе эволюции, в вопросе квантовой это понятно, что эта случайность, как бы она дает, как раз, я бы сказал, даже наоборот, вмешательство такого, которое не будет противоречить закону природы. Но в ходе эволюции случайность здесь, мне кажется, как раз противоречит по неким смыслу. Потому что если эволюция имела цель и смысл, то она не называется случайностью. терминологии, интерпретации этих терминов и так далее. Ну, я понимаю, да, очень хотелось бы видеть в эволюции смысл, но в чем тут еще дело? Когда ученые ставят разные эксперименты, они могут эти эксперименты многократно повторять. каждый из этих экспериментов будет объективным, не может считаться объективным, но есть такое понятие, как интерсубъективность. Мы померили тут, померили там, примерно одинаковые условия, примерно одинаковые результаты, ну, наверное, в этом что-то есть. Что касается эволюции биосферы, нам не с чем сравнить, у нас пока что только одна биосфера. Вот когда мы увидим, например, что на Марсе там, не знаю, 3 миллиарда лет назад была жизнь, она развелась до какого-то момента, а потом померла, вот, или что-то подобное было на Венере или на спутниках Юпитера и Сатурна, вот тогда нам будет с чем сравнивать. И тогда мы сможем сказать, если сможем, что вот у нас здесь получилось по каким-то причинам, в соответствии, вероятно, с каким-то замыслом, а где-то это не вышло. Вот, и тогда будет больше пищи для размышления. А здесь мы видим то, что мы есть, мы существуем, да, вот тот самый антропный принцип сильный или слабый. Это существование случайности или существование смысла. И вот это, мне кажется, очень существенно выходит за рамки науки. Да, конечно, это выходит за рамки науки, потому что ньютоновская наука не умеет работать со смыслом. Все ломается, как только появляются некие смыслы и цели. Наука с этим работать не может, ну, по крайней мере, естественной науке. Это, мне кажется, очень важным зазором между научно-материалистической и, то есть религия, наука здесь может быть и религиозной, и материалистической. Вопрос о науке в механизмах, но она вопрос смысла просто убирает. Да, конечно, да, да. Мы воспринимаем науку, это не вопрос самой науки. Это не ее компетенции, нет. Вот здесь уже наш вопрос. Или мы люди религиозные и считаем, что смысл есть, или человек материалист считает, что смысла нет, а все идет случайно. Вот этот вот зазор, мне кажется, очень-очень важный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!